В связи с жаркой погодой в Республике, Министерство лесного хозяйства принимает все необходимые меры для профилактики и минимизации последствий возгорания в лесном фонде. Усилено патрулирование лесного фонда, принято дополнительные меры по мониторингу пожарной обстановки, в том числе с помощью видеонаблюдения. Также Беларусь плотно сотрудничает с государственными соседями при разработке совместных мер профилактики и тушения лесных возгораний. Совсем недавно белорусские лесоводы посещались деловыми визитами российских и польских коллег. В ближайшее время запланирован визит делегации лесного ведомства в Литву для обсуждения вопросов, касающихся в том числе охраны лесов от пожаров. Сотрудничество на региональных уровнях довольно плотное в плане и обмена информацией, и посещения друг друга. Буквально неделю назад делегация лесоводов Республики Беларусь была в Российской Федерации. Перед этим делегация, в которой я был, в Республике Польша. То, что касается стран бывшего союза, то здесь, видимо, еще остаются наработки с тех времен. Поэтому обмен информацией постоянной и в случае возникновения на сопредельной территории всегда ставится в известность. Сроки реализации программы «Гибридная технология в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» зависят от решения, принятого со стороны российских коллег. Напомним, что в конце прошлого года проект концепции программы был направлен на рассмотрение в постоянный комитет союзного государства. Сегодня, поскольку у них все программы союзного государства проходят экспертизу в Министерстве финансов, в первую очередь, у нас такой процедуры нет. А это долгий процесс, поэтому мы не можем точно сказать дату, когда будет программа «Гибридная хирургия», союзная программа «Гибридная хирургия» воплощена в жизнь. Но, могу сказать, то, что мы планировали в рамках программы «Гибридная хирургия», мы сделали уже в рамках подпрограммы «Кардиология». Речь идет о так называемых стендграфтах. И такие стендграфты отечественного производства, то есть белорусского производства, их сделано 5 штук, они успешно имплантированы нашим пациентам. До завершения мероприятия по переходу Беларуси на цифровое телевещание осталось 10 месяцев. Полностью страна перейдет на цифру 15 мая 2015 года. В этот день аналоговое вещание будет прекращено на последних 10 объектах, в том числе и на главной радиотелевизионной передающей станции страны в колодище. Напомним, что Беларусь переходит на цифровое вещание в соответствии с государственной программой внедрения цифрового телевизионного и радиовещания. Именно по этой программе в Беларуси построена сеть из 74 цифровых телевизионных передатчиков. В стране построена развитая разветвленная сеть эфирного телевизионного вещания, на сегодняшний день состоящая из 74 передающих телевизионных передатчиков, и охватывающая в целом территорию, где проживает 97,5% населения. Сетью обеспечивается трансляция общедоступного пакета программ, состоящих из 8 телевизионных программ и одной звуковой программы, прием которой для населения доступен на безвозмездной основе. По итогам реализации мероприятий в текущем году планируется ввести эксплуатацию еще 10 передающих станций, что позволит увеличить охват населения страны до 98,1%. 20 июля белорусские металлурги отмечают свой профессиональный праздник. В настоящее время металлургическая отрасль страны интенсивно работает по выполнению плановых заданий и активно развивается. В 2015 году белорусский металлургический завод планирует выпустить 3 миллиона тонн стали. Идем на то, чтобы уже с начала года нам обеспечить, то есть за 7 месяцев с нарастающим БМЗ выходит на 100% темпы, объемы производства. И к концу года планируется где-то достичь 110-11%. То есть должен заострить внимание, что это одна из таких отраслей металлургической отрасли, которая именно обеспечивает этот показатель по обеспечению роста объемов производства.